давайте сразу к делу ребята нарисуем транзистор какой-нибудь вот это у нас будет скажем он на 12 вольт к нему пририсуем еще один транзистор и питание у него будет 5 вольт может быть совершенно наоборот давайте сотрум это здесь может быть 5 вольт здесь может быть 12 вольт пририсуем еще один транзистор и питание у него будет 3 3 вольта ну или 3 вольта и от него уже идет сигнал на микроконтроллер вот это у нас развязка ребята по напряжению получается за счет транзисторов сейчас еще одну схемку пририсуем пририсуем к одному транзистору другой транзистор точно также и сделаем им управление от скажем ну сколько ну 5 вольт можно сделать и так что на первом будет 12 на втором 5 и получается так что у нас общий коллектор получается с общего коллектора мы возьмем сигнал засунем его на операционник и на второй вход операционника подадим опорное напряжение хоть с батарейки и у нас тогда это будет приемник а если проще то у нас можно организовать таким способом и прием и передачу с разными напряжениями питанием теперь давайте рассмотрим схему клубного сканера и лс 27 то есть все протокольного сканером значит у нас с компьютера по usb заходит сюда сигнал здесь стоит драйвер компорта ft 223 rrl он предназначен для того чтобы согласовать usb компьютера и какого-то устройства здесь есть прерывание когда нужно накопление какого-то сигнала или чтобы допустим программа ваша там задумалась но чем-то и еще здесь такая вещь что здесь развязка по питанию идет то есть с первой ножки в избе разъема идет через дроссель питания питание заходит на линейный стабилизатор 117 или 117 5 вольт и выходит уже с него 33 вольта вот и из 16 разъема оба d2 это вот синим здесь показано через диод идет напряжение 12 вольт и заходит на стабилизатор 7805 и выходит с него 5 вольт вот 5 вольт эти питают внешние микросхемы всяко разные и также с 12 вольт у нас пока ну значит питание 5 вольт а по к линии у нас 12 вольт грубо бегает на грузовиках 24 вольта бегать на самом деле при заведенке нам гораздо больше но не суть значит устройство выполнено на микро контроле или stn 1170 в принципе это та же самая ел м327 только уже микроконтроллер более новый более усовершенствованный поддерживает больше протоколов здесь давайте смотреть с к линии начнем у нас этот is a 92 41 протокол у нас здесь выходит отдельно л-линия видеть им через один килоум управляется через транзистор обычный кремниевой л-линия 15 пин и здесь у нас идет уже к линиям к линии это 7 пин такая же точно схема и к линии у нас прилеплен операционник ну типа того что мы с вами рисовали и который принимает сигнал то есть когда нам нужно принимать сигнал у нас идет запрет на передачу и тогда внешнее устройство начинает присаживать вот этот общий коллектор к земле и напряжение меняется на операционнике на входе по уровне там допустим логической единицы здесь делитель на 10 сделан значит у нас получается что у нас половина будет напряжение входного это у нас то что ниже это будет 0 а то что выше это будет единиц но таким путем это работает здесь дальше ну какие-то сигналы на процессор идут формирования там и так далее ведь он микроконтроллер питается трех и трех вольт и здесь стоит защитная такая то есть делитель напряжения на стабилитронах защиты то есть вот здесь вот здесь чтобы больше не было допустимого напряжением но это можно посмотреть какие стабилитроны стоит всякие там здесь управление задержки и так далее сформированные на микроконтроллер там один резет другой резет и так далее теперь другой протокол посмотрим он у нас организован на тоже на транзисторах и вот этот значит операционный усилитель имеет внутри четыре компаратора один компаратор у него свободного тут я ведь вложу мышкой но и здесь тоже самое то есть у нас получается что видеть один килоум на базу транзистора тут же идет прием вот это у нас протокол 1850 10 пин и здесь у нас ну так же организован такой же протокол бас 2 пин вот тут еще один какой-то линейный стабилизатор стоит на семнадцатом и он управляет с полевым транзистором то есть пвм в пм и так далее питание здесь два как бы одно но вот здесь вот если посмотреть то есть 33 вольта у нас через 10 он идет на а в д д д и основное питание в д д д это будет 28 вот он сюда идет сюда идет то есть это то есть контроллер должен заснуть видите здесь команда в флип формируется она идет сми фтд и драйвера и так далее ну в общем такое такое вот управление и дальше но это кварц вам понятно обвязка у него два конденсатора по 10 пикофарад может и по 20 будет пикофарад это неважно и ну больше не стоит тогда он начнет захлебываться здесь что у нас управление идет питание на это однопроводный кан всем известная микросхема ncw7356 значит это джем протоколы и опелевские можно сказать протоколы каких-то годов там 2007 8 потому что там пол машины идет по однопроводному кану там радио очень много комфортно блоков управляется поэтому однопроводному кану а потом когда уже придумали скоростной кан тогда уже эта микросхема не нужно было так что до этого мы добрались это значит протоколы здесь управляются вот этим драйвером и еще есть два драйвера на кан шины один значит у нас высокоскоростной типа как бы новым c25 51 уже не катит сейчас уже другие начать ставится это будет у нас аж сэкон видите высокий низкий то есть 14 6 и другой кан мск это будет мало скоростной кану нас организуется по одиннадцатому пину и по третьему то есть ну в общем я думаю что примерно вы должны ориентироваться как это что работает и так вкратце я вам рассказал конечно все гораздо сложнее тут в принципе этого достаточно понять как все работает давайте еще как они не съемки посмотрим ну вот здесь схема реализации в третьем приборы нагрузок вот она именно так работает и мы говорим что вот этот резистор очень маленький тут и он должен быть где-то 3 киловома значит чтобы вот это транзистор открылась и у нас получилось 500 он нагрузка для этого самого но автомобиля то есть для грузовика этот транзистор будет закрыт и получается что у нас здесь 12 вольт там 14 допустим этот сопротивляющий большой потому что ну как бы вот это вот связка она и требует повышенного тока на базу второго транзистора поэтому ну здесь получается у нас чуть ли не 15 миллиампер это очень много и достаточно 5 чтобы этот четко открылся поэтому мы этот резистор меняем на 27 килоума и у нас это все отлично работает а здесь один километр трех вольт идет с микроконтроллер управления ну и понятно здесь делитель видите и мы поставили на 30 вольт если напряжение вот здесь на к линии будет больше чем напряжение которое мы задаем драйверу c9020 41 тогда у нас просто закроется этот мосфет и на выходе будет большое очень сопротивление как бы ему будет все равно то есть ничего не случится с этим драйвером вот если этой защиты не будет тогда сюда скажем по на к линию прилетит какое-нибудь высоковольтное напряжение транзистор сразу пробьется потому что он может быть встречная передача то есть получится как какой-нибудь искажение самовозбуждение не он сразу выглядит давайте посмотрим еще какую-нибудь съемку вот съемка у нас здесь как раз в другой солянке мы говорили что там можно лучше всего смотреть как бортовая сеть работает на заведенке так через транзистор то здесь стоит стабилитрону 13 вольт значит 390 он когда то есть он не не открывается на 13 вольт почему потому что вот этот переход база и к эмиттер у нас будет где-то 0 5 вольт вот поэтому и делается расчет что у нас вот этот вот транзистора начнет открываться когда напряжение достигнет в общем 13 с половиной вольта вот здесь и тогда он откроется в данном случае здесь идет управлением вот эта схема вся нарисована что это идет управление светодиодными огнями то есть дневного ходовыми огнями для светодиодов ну и если мы сюда вот допустим вместо этого резита вторая поставим светодиода этого ничего не будет вот у нас будет такое устройство для проверки как у нас бортовая сеть то есть у нас значит получается мы завели автомобиль на стартер стартер сожрал пол аккумулятора и теперь его надо зарядить и генератор должен влить не в него все что он забрал то есть на максимум генератору в данный момент включается и вот это вот время когда это все нормализуется мы смотрим система хорошая или плохая чем быстрее то будет восстанавливаться все напряжение до 14 вольт на заведенки тем система отлично работает если это будет несколько секунд но стоит уже при задуматься здесь управление идет другим транзистором этот транзистор проключает питание на таймер и 555 всем известным и таймер работает шим сигналом управляют через транзистор видите уже на нем 12 вольт и здесь еще поставлена реле чтобы потому что есть такая система что когда включаешь ближний ходовые должны погаснуть то есть вот такая система я сам на нее попал мне на техосмотре отругали короче у меня как бы это вот сделано что у нас машина заводится напряжение становится больше 3 до 15 5 вольт и тогда у нас включается ходовые огни автоматически ну и вот здесь шим генератор мы включаем короткими импульсами управляем мосфетом и здесь куча на него нагружена светодиодов и можно любой практически мосфет сунуть он не будет перегреваться для этого надо подобрать просто скважность но импульсов такая чтобы светодиод не морца или как бы четко горел так что у нас здесь еще и здесь у нас еще ребятки мы такую тему тоже всем как бы подарили сейчас я найду это делаем ну вот это значит управление на ауди или на мерседесах центральным законом то есть вакуумное управление через вак ну через насосик вот здесь насосик такой стоит им управляют двигатель и зависимо того нужно закрыть или закрыть за счет сигналов там всяких разных с пульта или чего-то у нас мотор начинает крутиться и у нас воздух идет или туда или сюда короче вот такая схема в ауди здесь стоит вот такой чип его нигде не найти он не выпускается можно даже наверно на свалках уже сейчас не не найдете поэтому мы вместо него придумали свою схемку который можно реализовать это все дело то есть выпаивается это вся вот эта фигня отсюда вставляется наш микроконтроллер здесь это просто микросхема управления релями здесь очень хитрое реле давайте посмотрим ну здесь вот показано как это все открывается закрывается и здесь как работает это реле то есть вот так вот это вот реле здесь то есть реверс делает туда или сюда мотору крутится и здесь как это все происходит и вот мы разработали такой микроконтроллер который может управлять этим всем делом здесь как идут сигнал еще дело в том что эта плата она работает на плафон то есть она когда вы дверь открываете она включает плафон и через некоторое время гаснет то есть мы в общем разработали на микроконтроллере это все делом и ну мы даже заказывали как бы это все делай здесь вот есть прошивка этого микроконтроллера на котором мы это все сделали даже видео мы сделали такое но сейчас у спонсоров тоже сидит и здесь всякие варианты как это обойти на таймере на ну на чем угодно можно реализовать только такая громоздка немножко схемка получается в общем интересный материал вот здесь вот и мои значит сигнал ну что мара по разному на ауди это все реализовано ну все это можно посмотреть при желании можно заняться это вот сам вид этого значит компрессора здесь стоит мотор внутри по это там вот как видите так что вот и интересные такие вещи и есть прошивка прошивка на пик значит какой тут 200 67 5 а пик 12 75 и как бы прошивка закрытая то есть и желательно ее загонять в этот микроконтроллер на пик 3 программатором то есть пик 3 программатор запросто все автоматом загоняет тт 886 вот всеми любимым там свои фьюзы какие-то рисует сам самостоятельно или схема четко не работает в общем не то что то там ночью мы с этим делом разбирались получилось так что тт 888 если там идет управление а цепы процент но этими микроконтроллеры вещами то он игнорирует это то есть глубоко он программирование не может делать и он свои фьюзы туда шурует и нихрена это не работает нормально мы еще там как бы говорили отчетом не работает сейчас я найду прошивочку прошивка где-то здесь должна быть фиг редакторе прямо загоняете в микроконтроллер собираете схемку вот обычно вообще это тема очень денежные про которые я объясняю там допустим мы сделали на audi такую приставочку поставили все работает потом на мерседесе потому что эти блоки просто умирают микросхемы там которым уже по 25 лет и они специально были сделаны для как бы этих автомобилей уже просто производство закончился ничего не достать ну вот прошивка у нас здесь можете пользоваться запросто как бы дарим вам эти теме а как она у вас там пойдет или не пойдет не знаю так ну и теперь вернемся к нашей группе в контактах и начнем сверху ну вот ну последняя тема которая у нас тут появилась значит давайте считать пришел айпроп плата не залито при подключении внешнего питания ничего не случилось ну прекрасно давайте посмотрим что нам отвечает админ красивая плата и он такой типа говорит что здесь дорабатывать по большому счету нечего ну если честно так потому что мы уже и делали видео там показывали как настраивать напряжение в общем почему и потом делали анализ там меняли транзисторы и у нас ничего там и особо даже хуже стало хотя мы полевики поставили с меньшим сопротивлением сток и сток там вообще там 0 0 0 чем-то а фактически ничего не поменялось это все равно проходит частично неправильно вот это кончилось тем что мы значит думали думали над этим делом и вот такое решение мы приняли сейчас я вам открою вот китайцы поставили вот здесь диод и его надо вот прежде чем включать отключать во первых не можете конечно его подключить проверить что он работает и потом уже начинать ковырять но внешнее питание не подключайте этот диод выпаивайте нафиг сразу и в дальнейшем а вместо вот этого линейного стабилизатора ставим вот такую штуку как здесь нарисовано видите то есть у нас получается то внешнее питание 12 вольт подается на этот линейный стабилизатор чтобы получить 5 но когда вы подключаете какие-то другие адаптеры он начинает так сильно греться что можно на нем и яичницу жарить вот поэтому его убираем потому что во всех нормальных схемотехниках стоят просто импульсные преобразователи они практически вообще не не нагреваются у нас будет только чуть-чуть тепленький вот и это единственная переделка которую нужно делать в этом означает проге плюс сделать усиленный usb шнур я сейчас вам найду что такое усиленный usb шнур давайте усиленный usb шнур сразу картинку возьмем это шнур с двумя usb концами еще раз усиленный по питанию usb шнур ну вот здесь я не вижу пока короче получается у нас что у нас два вот таких usb выхода ну один стандартные а другой для другого компорт ну usb порта и как бы компьютеру любой он позволяет на одно устройство подключить два usb а значит на одном конце у нас только питание будет вот не знаю может быть сейчас найду ну вот здесь всякие переходники а вот он эти разветвители с двойной фигней как бы ну вот это питание а здесь уже сигнал то есть у нас получается если у нас устройство больше 200 миллиампер потребляет тогда может такая фигня случится что нам просто не будет хватать напряжение и она будет валить валить вот этот usb порт компьютера и у нас сигнал присядет поэтому мы сейчас найдем схему схему этого самого карпрога вот здесь я вижу вот есть схема уже сразу здесь очень хорошо что у него ничего не залито можно здесь вот проверить посмотреть согласно этой схеме вот микроконтроллер обвязка его там и так далее и вот здесь у нас получается схема самого вот этого блока с которым с которым там проблема основного блока питания и давайте на нее поглядим что здесь за фигня короче ну вот если как бы смотреть что у нас здесь дальше описание да я сейчас добавлю то есть человек что-то там сделал выпаял этот диод у него ничего не не горело но не горело потому что он недолго держал или напряжение какое-то внешнее питание значит подавал сюда вот на этот разъем вот или что-то не прокручал там и теперь такая фигня допустим что он пишет при подключении промо адаптеров тухнет второй диод и притухает первый греется греет греется lm почему-то почему-то греется lm ну здесь как бы ему видишь то есть администратор у нас не экстрасенс ну честно говоря непонятно вообще что человек написал но поскольку мы с этим делом уже сталкивались ну мы можем прекрасно догадаться о чем он пишет что он там сделал и так далее то есть он ничего не пишет он сделал здесь мы все объясняли так как оно происходит ну для мы понимаем конечно что для него этот какую-то дичь мы написали вот ну тот кто в теме он поймет что мы пишем тесты проходят но не в системе ошибок фулл тестов будем пробовать дорабатывать ну здесь вот видите я объясняю что там ничего дорабатывать не надо потому что возьми другой компьютер у тебя будет три теста не проходите а7 опять будет проходить понимаешь и здесь вот пишется возьмите другой компьютер вас будет по-другому работать возьмите из компьютера с usb 3 так вообще будет красота на usb 3 там нагрузка может быть 1 ампер с лаптопом можно вынимать или с компьютера это синенькие разъемы usb такие и здесь получается такая вещь что его спрашивают а что вы там делали он говорит я выпаял диод и впаял его там где не было ну давайте сейчас возьмем схему этого всего дела и посмотрим где чего он выпаял значит китайцы поставили сюда диод ну плюс самого повели вот сюда этот они по всей видимости выпаяли и чистый 12 вольт подают сюда у нас этот повышайка формирует 10 и 12 вольт если я сюда подам 12 вольт эта повышайка у меня будет в состоянии ну казусы кризиса то есть она может работать а может быть просто будет открыт у нее мосфет вот этот который внутри и вот через эти резисторы и дроссель у меня будет короткое замыкание здесь понимаете ну как бы она ничего страшного ну в конце концов этот должен вылететь здесь суть такая в чем здесь ошибка самое главное почему я говорю что нужно сюда вместо этого штуки поставить импульсный понизитель напряжения значит у нас получается так что внешнее питание сюда заходит оно идет через диод это падение напряжения 0,2 вольта заходит на линейный стабилизатор с него мы получаем 5 вольт эти 5 вольт опять же идут на повышайку также напряжение идет вот по этому первому пину с USB порта 5 вольт через диоды получается у нас не 5 вольт сюда приходит а 4,8 и за счет внешнего питания мы можем поднимать это то есть тогда не надо совать ну второй USB шнур туда ну во второй USB порт получается здесь у нас 12 на 5 вольт нагрузки у нас большая особенно этого дела у нас начинает просто как сумасшедший греться вот этот вот раскаляться на которой можно жарить яичницу а суть этого и прогов что у нас скрипты написаны так что у него как бы проключается временно вот скрипт какой-то происходит у него раз вот этот полевик открывается и напряжение куда-то допустим вот схема управления это у нас значит управление на переключение 10-12 вольт здесь управление у нас на переключение 5 и 3 и 3 вольта вот так же здесь управление пришло на этот мосфетик с другого мосфетик и здесь раз он его переключил включил этот преобразователь и он уже в зависим от того какой тут сигнал выдает нам сюда или 3 вольта или 5 вольт выдает с этого внешнего преобразователя ой с внешнего питания у нас 5 вольт идет сюда и так же вот на эти проключается этим транзистором и идет куда-то дальше управление идет вот поэтому мосфетик увидите как все просто если знаешь вот и вся работа такая то есть мы сюда берем ставим нормальный китайский китайский блочок вот который там был здесь нарисован я думаю если вы уже начали разбираться в электронике то как бы нет ничего страшного подключить туда выпаиваете вот эту фигню вход сюда этот диод вставляете где он должен быть и выход сюда предварительно его нужно на блоке питания настроить чтобы у него на выходе было 5,2 вольта это будет вообще замечательно вот почему это происходит потому что у нас когда мы ребятки здесь подключаем вот эти нагрузки когда транзисторы вот эти прокручаются у нас сразу происходит броски то есть это импульсная повышайка она потребляет гораздо больше чем может дать то есть если я на выходе скажем хочу 100 миллиампер получить то она будет 700 миллиампер потреблять вот чем суть этого всего дела то есть ничего не надо бороться с дросселями единственное сделать такую штуку если у вас сдохлый компьютер слабый и сюда поставить этот импульсник и все у вас будет прекрасно работать ну естественно настроить эти напряжения то есть во-первых будет быстрее здесь проходить переходные процессы при включении этого значит повышающего преобразователя при подаче нагрузок на него то есть будут маленькие скачки а дело в том что вот эти скрипты там должны были немножко побольше задержкой значит как бы работать начинать когда уже вот эти напряжения сформируются тогда значит тогда происходит сам скрипт а у нас получается что вместе с этим поэтому у нас фигачит ошибки по тестам ну вот и вся такая значит переделка самая последняя этого айп прога это значит поставить сюда импульсный понизитель напряжения вот и все ну и как бы настроить чтобы были более-менее нормальные послелинейных стабилизаторов например на проге 5 вольт 3,3 вольта 10 вольт 12 вольт я думаю что вы с этим справитесь так давайте посмотрим что у нас дальше с айпрогом все все поняли я думаю кому надо но не поняли во всяком случае вы будете что-то где-то слышал и к этому можете всегда вернуться поэтому видите мы даже знаем уже больше куда человек впаял что-то но он пока не понимает что он делает но я думаю если ему повезет он разберется с этим но и плюс такой момент что не паяйте паяльниками 220 вольт в этих делах вы можете запросто все положить половину микросхем или они будут работать неадекватно или еще что-то произойдет что-то страшное здесь мы разговариваем про переходник для изготовления старых тойот 22 пиновый и вот здесь нам любезно ребята предоставляют информацию так это уже другая тема а а вот но здесь видно какие что у нас здесь наверно стоит сохранить чтобы вам почетче было видно давайте сохраним и уже тогда с другого вам изображению включу ну вот здесь уже видно это распиновка но это как бы он предлагает ну из диагу желтому давайте здесь посмотрим что по пинам так это у нас тойотовский dls1 это vb2 наш ну и сигналы там 1 это будет 8 питание бензонасоса 2 7 ну этот кашина там чеким 3 4 5 общая масса 5 4 5 активация это выдача блин кодов понятно 6 4 5 это будет значит активация протокола какого-то там тойотовского 7 16 это питание 8 14 это будет тойота 123 тоже за этот же протокол почему он у нас на земле висит ну и ладно значит 12 у нас будет 1 это выдача блин кодов 15 12 блин коды и 21 9 это блин коды там еще какие-то и давайте посмотрим внешний вид переходника и посмотрим что еще значит здесь написали что на алиэкспресс эти переходники неправильно сделаны и не подойдут к интерфейсу из диак 2 ну или к любому ланчу если так можно сказать так давайте двинемся дальше посмотрим сегодня мы ребятки идем как бы идем как бы с вами сверху вниз последний публикации но это мы уже оригинальный а в таком здесь показываем как и что тоже у нас все рассказано что у нас тут ну здесь мы там искали какую микросхему оказалось это просто маленькая 2 и никаких там кан драйверов уэти кайл линии драйверов нету в оригинале ну ничего страшного то есть это можно при желании все сделать и тут всякие интересные вещи из базы данных мы что-то там предлагаем это что у нас вот в этом уже рассматривали про бортовую сеть то есть то есть это у вас все есть это видео мы не будем сейчас здесь смотреть тут всякие интересные вопросики давайте посмотрим что человек хочет ну вот эти ошибки что люди сразу начинают лезть в дроссельную заслонку что-то там что-то это понимаете как бы ребята это все все кто в машине подходит лезет первым делом в дроссельную заслонку и дмрв начинает ковырять непонятно зачем в каких-то случаях это помогает но я думаю что посмотрев наши все видео вы прекрасно начнете с этим разбираться то есть то что работает не трогай ну здесь опять про в 3 рассказывается всякие доработки ну это вот про последние релизы где они поубивали кучу микросхем то есть там половина как бы в воздухе висит и как выяснилось нужно поднимать микроконтроллеры чтобы вернуть допустим старый кан вот этот как бы низкоскоростной и восстанавливать дорожки там я думаю сейчас вам это ничего не надо здесь про ланч тема ланчерский софт дальше идем с вами и вот здесь у нас тоже синхро дамы то есть коленвала и распредвала масс двигателем вещами заводится на горячую если только отключить датчик не знаю что такое датчиковая температура в норме обычно с дизелями как бы можно просто отключить датчик температуры он сразу будет блок управления думать что двигатель заводится зимой сразу впрыск туда раньше кинет здесь борьба с датчиком коленвала распредвал видно что помехи на целограммах шуруют ну давайте посмотрим обычно это дозирующий клапан мозги компонсирует или ТНВД умирает ну такой простой ответ по этим делам то есть надо смотреть что там виновата это у нас тема уже была что ланч удалила в третий наш крутой сканер типа все значит нашел это у нас алекс флешер без ключа программа тоже что то там работает что то нет вот здесь у нас что то у нас про вас 54 давайте посмотрим что здесь люди пишут тут тут интересно тоже какая-то фигня что там что-то почистил дроссельную заслонку типа что-то слетело там какие-то значит что нужно прошивать блок ему человеку помогаем то есть я не знаю таких вещей как бы не встречал чтобы что-то слетело что что-то слетело из-за того что это что-то там спирта налил дроссельную заслонку то есть надо постараться чтобы что-то слетело так чтобы и промывалился или еще что-то в этом роде ну ну не знаю тут ну или мы начинаем смотреть через сканер там туда-сюда к этому еще можно вернуться как-нибудь датчики датчики а а вот интересная тема я думаю сейчас посмотрим этот видосик это у нас xc90 и там очень интересные датчики акп стоят давайте вишник xc я хочу посмотреть проводку есть два пути посмотреть напряжение и вообще прозвонить от датчиков до колодки которая идет на блок но здесь нужен специальный инструмент времени делать его и у меня оригинального нету получается до девяносто восьмого года было 350 он после один килоум теперь такая информация что сейчас датчики 7 мегаом здесь приведена распиновка и два датчика по 7 от 3 до 7 мегаом это правильно так и есть датчики стоят очень дорого заказывали на али там копейки обошлось ну в разницу почти в десять раз берем мультиметр токовые клещи и смотрим где земля на фишке желтый черный и желтый красный здесь провод я вижу смотрим где земля земля есть смотрим сколько входное напряжение идущие на волк для тех кто следит за нашими обзорами это вольво x90 мы снимали логи с коробки и ошибка была такая на килоом и мегаом и 10 килоом значит идет вход на этот и это дать но в одной косе у нас сидят вот здесь датчик это коричневый коричневый белый коричневый белый или серый или оранжевый непонятно цвет здесь тоже смотрим значит что у нас где у нас тут у нас был белый черный значит серый серый на массу должен идти по идее переключаем его на измерение на прозвонку тишина тишина ребята тишина а нет нормально значит это идет на розовые розовые серы точно но это серенький то есть на сером у нас земля есть тоже хорошо теперь включаем зажигание меряем напряжение меряем напряжение напряжение на блоке значит у нас здесь будет у нас что-то капает здесь у нас будет вот здесь должно быть напряжение какое-то 7 вольт на одном и на втором датчике где то что куда ты делся то а вот и на втором тоже должно быть какое-то напряжение значит у нас был на розовом значит у нас на белом мили вольт и плохой контакт 4 4 4 5 вольт а так я покрываю все проникающей смазкой проникающей смазкой все зафигачиваю также и фигачу блок и и и и и и и еще раз делаю измерение у нас этот там то нормально 7 вольт и здесь у нас на белом 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 у нас сколько 7 это на одном 7 и на другом 7 и 7 вольта точно 7 7 и 8 и подогнем контакты чуть-чуть туда и все на этом так что знаете ребята а то так можно приговорить исправный датчик и просто выкинуть деньги ничего не изменится значит напряжение должно быть на датчиков 7 8 вольта где-то 7 с половиной 8 вольт зависимости от бортовой сети ну вот так вот простой способ и желательно поменять посмотреть еще дать каленвала если там черное пятно тут его тоже нужно заменить ну и все на этом здравия и благополучия всем а так можно было бы конечно прозвонить с лампочкой так раз мы включили это дело тогда и смотрим что у нас делается на аккумуляторе так что нам это посмотреть нам надо вот штуку 11-15 вольт аккумулятор как бы разряженный так я вырубаю все но здесь видите дополнение к этому видео ошибка датчиком маховика tcm 001 fm если дело в датчике то лучше купить на алием давайте посмотрим какая табличка здесь прилагается ну вот здесь видите а 57 а 39 это выходной датчик скорости 3 3 3 7 мегаома то у нас будет значит сет 5 6 вот этот контакт и а 39 а а 39 у нас разъем а а это у нас разъем b и а 39 это у нас будет 37 38 39 ну вот эти два контакта и входящие значит датчик скорости у нас а 59 а 41 ну я думаю что понятно давайте еще сдвинем посмотрим что здесь еще есть ну в общем такая табличка очень я думаю будет полезная вам ребята вернемся назад так что пожалуйста пользуйтесь сейчас на алиэкспресс посмотрим эти датчики если они в продаже глянем глянем тоже это через кэшбэк сервис все происходит у нас то есть наши рефералы мы с них какие-то денежки имеем ну да видите датчики уже подорожали 42 евро как бы стоит это в германию ну вот эти датчики у нас они стоят чуть ли не 300 евро у меня они есть в принципе то есть можно их на столе посмотреть по нагревать смотреть почему у них такую по 7 не головом они то есть это вообще как бы бредятина считается на схемотехники еще в машине такие вещи делать но они впоследствии потом коробку передать заменили вообще по-другому все сделали ну здесь мы опять возвращаемся к пробу бесплатным скриптом и так далее но в принципе китайские все подойдут так всем хочется знать чтобы этот айпрок работала и так далее там было давно но лучше вместо него купить ребята оранж это может быть чуть-чуть будет подороже но там как бы схемотехника более правильная уже доведенная до ума практически и гораздо значит скрипты в скриптов больше которые работают но обычно в таких универсальных программаторах как бы вкусное ставит но многие вещи даже на те адаптеры которые там уже как бы есть там на ключи mercedes и так далее скрипты как бы не рабочие то есть но как бы они играющие то есть вот этот айпрок если так смотреть эта игрушка уже для тех кто вот хочется побаловаться попробовать свои силы что-то выжить оттуда но это можно сказать инструмент только на треть которым можно работать в смысле того что там заявлено давайте пойдем дальше посмотрим что у нас здесь еще есть ну тут профилата огородникова и как бы мы не будем ничего никого осуждать каждый живет как может вот это уже дело техники там что и как это про новую программу что выйдет еще вслед за этой более новая программа которая добавится еще 1000 протоколов это имеется ввиду на в таком и дельфика по грузовикам также не знаю что тут еще вообще контроль о пропуске зажигания всякая такая фигня вот это газ бензин тема давайте посмотрим что здесь но обычно там беда такая что лучше бензиновые как бы двигатель если вы конечно специалистам можно в это залезть все разобраться там куча программ есть которая по настройке вот этих бензина газовых автомобилей вот но и потом как бы кончается тем что уже блин просто как убивает движком газом этому за неправильной коррекции потому что там по воздуху немножко по-другому получается мне если у нас на бензине там дизель и 15 частей воздуха на одну часть как бы топлива получается то с газом немножко по-другому там чуть побольше воздуха получается и поэтому должна быть перестройка быть блоки управления двигателем впрыска и такие как бы тоже есть программы там даже с переключателями даже машинах есть такие переключатели допустим спорт режим там еще какой-то там просто впрыски переживания вздвигается и все ну вот нужно нам капитально настроить это убьешь двигатель или бывает часто что герметизация нарушается газового оборудования газ куда-то сифонит или попадает вместе с воздухом мафу все равно поймать ему все равно в какую сторону дует значит воздух это уже в новых автомобилях стал что только в одну наш чем воспринимает он может туда воспринимать воздух на обратно воспринимать и как хочешь то есть но в старых автомобилях было так что здесь про активацию такая уже это все прошло здесь разговор идет о сло графе то есть стоит ли покупать его насколько здесь 6 лучше у него уже точно не помним этот хан так ну мы как бы говорим что не стоит потому что во первых низкий получается там когда 8 лучей а у вас осциллограф максим 40 мегагерц может быть так вот разделите 40 на 8 у вас получится значит пропускной способности иначе у вас будут искажения по сигналам какие-то иметь то же самое все можно сделать на двух лучевом осциллографе просто переставляю щупы вот здесь разговор идет о кабель трекера ну я ушел от этих звуковых кабель трекеров и пользуюсь частотным частотным кабель трекером вот он что из себя представляет он очень похож на как бы обычную звуковой потому что эта фирма она пускать два вида это звук а и здесь видите себе на как бы я вижу индикация у меня есть потому что но работаю периодически в шумном как бы помещение мне не слышно что там пищит что-то мне пищит или сам двигатель включишь а здесь чистый цифровой сигнал идет вот и здесь приемник улавливает частоту этого сигнала и по мере его интенсивности этого сигнала тогда уже идет но здесь можно чувствительность менять то есть он молчит вообще как только он увидит свой сигнал начинают пилипать это очень удобно хотя в некоторых случаях и звуковым тоже можно работать там послушать как суммит скажем коншина но с другой стороны это редко бывает что коншина там что-то неисправно и во всяком случае это видно диагностикой сразу сбой там давайте закроем это ну и всякие сказочные такие в общем кругу круче лучше частотного ничего нету то есть более дорогие модели такие вот они как бы хороши и там даже несколько частот зависимости от проникания где они лазят то есть это кабель трекер он все-таки для электричества для эрак электротехники предназначить чтобы кабель искать там в этом кабеле три жилы допустим и вот мы ищем а когда у нас море жил нам трудновато это то есть тоже надо с умом подходить не везде его совать потому что по всякому можете испортить наш с выхода идет переменный сигнал вот передатчик а и можете нагадить что-нибудь но здесь у нас про однопроводный can они это лишь нет это 1050 это как раз это высокоскоростной can и как тут мерить можете прочесть пока перекручиваем ну это я тут поговорим об обвязке этого драйвера и обвязка есть в этом самом заташите полное можно посмотреть какие что здесь должны быть сопротивления емкости но обычно 120 он иногда ставит тогда активируется кон шина что он тут нам накидал давайте посмотрим ни одна система не ответила у него что здесь такое ну вот он начинает что-то мудрится том ставит стопика фарад давайте еще глянем что у нас здесь получается ну там так не смотрится контакт не смотрится ребят счастливому расскажу как он смотрится что здесь еще ну в общем каждый чудо свое огородит то есть кан надо смотреть нужно взять осциллограф два щупа один щуп на один can поставить а другой щуп на другой can поставить и все и тогда увидеть правдоподобную картину вообще передачи этих сигналов потому что как бы он противо фазе идет то есть там где плюс у другого к на минус как бы он в общем такие вещи вы можете сами посмотреть давайте посмотрим что за видео нам тут наснимал запомните камни смотрится 2 лучевым осциллографом назначить свою ци один щуп на ашкан другой на вилка и все и смотрите настраивать осциллограф и будете видеть то есть нормально он работает или нет он еще таким дешевым осциллографом низко пропускным смотрит но если что-то дергается значим работает но чтобы четко увидеть это нужно делать как и я говорю а это одно лучевого не условно так давайте еще посмотрим что он тут нам еще выдал чутно проще я говорю взять вот этот кабель трекер звуковой рисунок к тысяч чине и послушать его должен этом четкую передачу слышать такое дребезжание ну вот у него тоже светодиодный пробник и стекан у него нормально работает вот ну возможно у него искажения какие-то там прут и и что-то он неправильно неправильно ребятки неправильно делает ну не знаю давайте посмотрим чем это закончилось быстро добежим сюда ну а наставим это теперь здесь видео про то как и чем паять это можете свободно посмотреть у нас в открытом доступе это все давайте куда бы наносил поисчезало это значит вы видели вот тоже интересный момент такое мы как бы для рефералов сделали тут как готовить эти всякие переходнички дан для блоков и так далее давайте немножко посмотрим ребят сегодня у нас с вами такая задача что мы будем делать мы будем делать с вами но это нужно для сложных измерений как за вами будем делать специальные такие клеммники для блоков переходники всякие я уже здесь на готовил это типа компьютерного варианта такие усиленные для питания скажем блоков управления здесь надо сделать нам на адрес чтобы мы могли на землю подсоединить еще что-нибудь бывает земля повторяется много раз поэтому нам нужно сделать чтобы мы еще могли подключиться к проводу чем не эти провода у меня автомобильные на свалке покупаете себе косу и используете провода для ремонта в авто теме давайте скоро сделаем побольше так запомнили потом есть у меня такие переходники куда я могу вот и я сюда штыри глубоко потому что на реконструкторе надо мучиться а здесь так суну и сверху у меня здесь где она а вот идите по вот сюда надевается ну или вот так вот чтобы было вам понятно вот здесь уже таких несколько сделано мне еще один вот что-то появится конструкция была жесткой вот он туда потекать не очень легко есть хорошо ну что он может закрыть нам отверстие которое будет давайте проверим ну сейчас попробуем красный ну в общем всякие кембрики переходнички нужно делать потому что потом у вас просто это время грохнется когда будете с автомобилем лазить и там надо что-то сложное проверять или как-то подсоединяться там такое часто бывает поэтому лучше сразу заранее все приготовить есть небольшой такой кучкой таких разин вот и желательно конечно такие клещи купить зажимные вот эти вот давайте посмотрим но здесь видите видите они такие простые зажимы все никак два положения ну и вот сейчас буду выставлять сюда еще нужно и потом это будет припаивать все ну так вот вот у меня держится здесь берем нашу проволочку вставляем так чтобы она не доходила до конца так где-то видно и нажимаем ну я думаю понятно все давайте дальше двинемся ну ну тут про всякие активаторы я не знаю но не мучаются я ничем не мучаюсь то есть все это можно найти активировать это нет проблем ребятам давайте еще чего-нибудь вот сайт очень интересный походник и рули там есть схемы не надо вам качать ничего там еще много но не знаю они их периодически закрывают в общем кто-то жалуется и в общем гадят нам по баену эти с был хороший на русском языке тоже его бахнули короче все за деньги хотят официалы получать на делали свою говно машину потом еще плати за это вот ну вот всякие программа у нас здесь есть давайте еще посмотрим вот of the day чипы из китая парень покупал и проверял их и они оказываются оригинальные у нас так ну здесь чувак как бы хочет парень купить пробник такой дорогой и как бы вот ну в общем какой-то обманом здесь мы ему объясняем что как бы вот по администраторам объясняет что и как по этим делам там то есть 1000 герц это как бы для кабелей трекером маловато и лучше купить чипау вот это двое аж 806 а то есть вводите в поиск алиэкспресс и находите и значит обе вот здесь я ему объясняю чем разница не слишком понимает но когда он получил уже этот прибор который вот он дорогой купил все мог за эти деньги 32 купить один а с буквой б а другой вот этот который на 130 125 килогерц частотный давайте посмотрим как они есть тут продажи переходим да они есть продажи пожалуйста покупайте не тратить деньги зря это значит у нас частотные обычно у них вот такой вот звуковой ну многие типа вот а если здесь он предназначен типа не разница нету ребята просто здесь добавляются еще модуль для проверки цепей вот этих интернетовских то есть этот 15 сейчас евро стоит но я гораздо дешевле все покупал а этот у нас 21 а там чувак купил за 100 баксов вот этот и там такая фигня была там как бы стрелка загоралась куда типа лезть но когда он машину начал ковыряться это же не электричество понимаете он показывает куда попало там то есть в этой направляющей стрелки абсолютно никакого нет 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 пользы никакой ну вот кусает локти ну ну захотелось бы он еще страшного нет что вот что-то денег потратите там что-то такое не то купите старайтесь так чтобы это шкафу не валялась сто лет давайте дальше пройдем все понятно я думаю все вы поняли вот вот здесь все это объясняется объясняется объяснять случаях все равно купил ну бывает так что человек закажет а потом думал то ли я заказал сюда из 15 по 2000 у нас очень много базе данных программ которые вы можете вычитывать только с одного ккл адаптера какого адаптера лучше покупать и софта да и чипом и китайский купить китайский хорошо работает с программами вебаста вот еще есть одна интересная тема мы сейчас и посмотрим это тема про термо термо вебасту на каменс там суть такая что значит у нас происходит происходит такие вещи что то включен таймер на определенное количество значит срабатывание вебаста когда это таймера заканчивается вебаса нахрен отрубается и начинаются проблемы там чуть ли не за поводка двигателем если еще сдайду до этого про вольсваген вы знаете что лучше вольсваген лезть вася ну если вася нету ну вам все равно придется вася купить если вы уже этим решили заниматься пускай даже китайского там много софта на него где как говорится до 22 2020 года можно там все это найти здесь опять говорится про эту шину вот что у нас здесь это правильцы 83 56 вот здесь напряжение у нас показаны которые должны быть и вообще как он работает то есть это даже бывает работает как линшина то есть его использовать то есть управление какими-то узлами для почему как бы не везде кам применяются вот эти по двум проводам это все из дороговизны и дешевизны на счет автомобильной продукции здесь значит зелененьким у нас это измерение мультиметром красном состоянии покоя и синим opel 2007 года безопасны это блок срс это пачки импульсов запроса 5 вольт 3 вольта 3 вольта ну и не то есть 76 37 1 и вот здесь из сила грамма которая выходит с этого на проводного к нам 3 вольта ногах два с половиной на 12 и то же самое размах 5 ну вот так он работает давайте закроем дальше пойдем носа целом и прошлого раз нам объясняли здесь видите конферты это оригинальная в таком у нас что у нас тут еще интересного ну про блюту за тут чего-то немножко в общем если вы хотите мы вас пустим в эту закрутую группу вы сами найдете что вам нужно почитаете потому что это можно часами тут все рассказывать и будет ли с этого толка я не знаю это мы с вами уже все смотрели давайте двигаемся дальше 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 мы с вами смотрели смотрели это что у нас тоже мы смотрели 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 плохо что этот контакта я не могу очень медленно все это работает ну это про микросхемы эти где мы с вами значит остановились но всем ну понятно что ребята нужно иметь знания какие-то и тогда вам легче будет ковыряться что-то так не то и тогда раз быстренько я там туда-сюда если есть у кого спросить это вообще прекрасно ну я думаю что многие вопросы значит когда пойдете на наши курсы эти то уже вернее пришли если вы видите это видео то многие вопросы станут ясно для вас ну вот что-то что-то пытаются делать давайте посмотрим что он тут делал по мерседесам чего-то ну там война какая-то идет пытается решить проблему вот интересный программатор дешевый здесь этот миндаугас нам предлагает вот это сама очень копеечный прогер вот он что из себя представляет такую штучку и программу к нему вот здесь можно скачать если не забуду накидаю вам все в ссылочке ну вот здесь и можете что-то делать им штука хорошая и можно прошивать блютузы кстати и так далее интересную вещь здесь мы говорим про ноутбуки но значит ноутбуками такая вещь что леново некоторые не воспринимают программы например arena link там что-то сбился на какая-то вот ну я не знаю как бы у меня новых но нуля чих только компьютеры те за которым сейчас происходит запись и остальное у меня как бы на семерочки xp есть маленький лаптопчик ну там тоже свои заманухи там бывают что программа и экран не открывается как надо куда-то половина экрана исчезает вот поэтому очень это все рассказывается под новую программу это тоже антонград у него там своем он торгует диагностиками что-то у нас еще что-то ну тут многие люди а им как бы лень все это читать они сразу хотят получить ответ на свои вопросы быстро ну я думаю что сейчас мы уже закончим потому что очень много всего и тут вот про предохранители там по идее здесь должны самовосстанавливающие предохранители быть ну китайцы как бы ставят чё попало ну такие предохранители можно найти на материнских платах это на 1 и 5 ампером предохранитель вы можете вот читать пока я тут с вами трепаюсь так вот тут про планшета я как бы планшетом не очень хочу пользоваться потому что у него не закрывается но экрана нет и когда ты лазишь машине интенсивная большая вероятно что вы разобьешь экран тогда надо хотя бы какой-то крышку ему или что-то такой чехол какой-то такой хитрый делать это тоже вы все видели видео давайте смотрим здесь здесь видите на многих стоит гекс на самом деле там непонятно что там стоит сейчас что они ставят ну что как бы я смотрел гес он должен ровно на 30 вольвы а там где-то 32 вольта 33 в одно это тоже допустимо так что ничего страшного с этим нету с этим супрессором защитным который стоит в третьем и на платнике здесь интересный сканер у нас тоже значит давайте включим посмотрим но в рефералах сидит он вам будет доступен это вагдаш это для до 2005 седьмого года вот эти приборки криптовые считывать оттуда код или менять пробег то есть пин код или менять пробег программка здесь у нас значит пацан делал ремонт приборки на сцене к вам выложили чтобы это не затерялось в интернете это тоже она мы все смотрели но на этом все ребята думаю что сегодняшний видео обзор вам был полезен и так много времени у нас уже ушло ну я думаю что некоторые вещи вы поняли из этого видео обзора до следующих видео мы еще будем делать для курсов специальные видео